Здравствуй, зритель на ОНТ. Пропаганда, хотя нас этим словом пытаются задеть. Но мы продолжаем доказывать, что пропаганда может быть разной и даже такой, субъективной и лофтовой. В ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нём. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнём! Если когда-то о том, как Беларусь противостояла внешнему давлению в современности, будут снимать фильм, то, само собой, апогеем этого станут события августа 2020-го. Это не значит, что не было ничего интересного для стороннего зрителя ранее, как и не значит, что после тех событий наступила долгожданная развязка и счастливый финал. Всё продолжается и сейчас, но, слава Богу, менее интенсивно. Пожалуй, режиссёры увидят в качестве самой запоминающейся батальной сцены события 23 августа, когда главнокомандующий прибыл в оплот независимости страны на вертолёте с тем самым автоматом. Битвы за Хельмову пать не случилось, чему, откровенно говоря, все очень рады, потому что, я очень надеюсь, спустя два года все, ну или хотя бы здравомыслящие, поняли, что у нас дома пытались белорусов стравить с белорусами ради интересов небелорусов. Но самый эмоциональный момент того противостояния случился всё же 4 августа 2020-го, во время той самой речи президента, когда Александр Григорьевич произнёс уже легендарное «любимую не отдают». Прошло время, и как-то из памяти у многих стёрлось, что вообще тогда говорил глава государства в целом, кроме любимой и кроме того, что её не отдают. А там, вообще-то, было много всего интересного. И про последствия пандемии, которая приведёт к переделу мира, и про скорое противостояние США и Китая, которая сегодня вылилась во вполне себе предметный конфликт вокруг Тайваня. Хотя Тайвань, конечно, всего лишь повод. Было и про то, что уже треть государств вовлечены в вооружённые конфликты, а с тех пор конфликтов стало только больше. Было про нашу простую цель — спасти страну и мир в ней. Говорил Лукашенко про то, как важно не сжигать на эмоциях отцовский дом, а после отцовский дом сжигали в Казахстане. Про то, что на земле славян пытаются разжечь бойню, а после случилась вынужденная спецоперация России на Украине. Сказал Лукашенко и лично о себе, цитата, «Я не святой, у меня есть всё и хорошее и плохое». Вы знаете, я лично в эпоху политиков-популистов очень ценю, что в пиковый момент сложности мой президент остался верен себе и продолжил говорить так, как есть. Конечно, кому-то президент неудобен, но не бывает удобных совершенно для всех президентов и людей в целом. Конечно, какие-то решения или отсутствие решения главы государства были неудобны какой-то части общества. Но вообще-то ориентироваться на мнение большинства — это же демократия. Я даже очень спокойно скажу, что не сомневаюсь, Александр Григорьевич за почти три десятка лет у власти делал и ошибки. Потому что не бывает безошибочных людей. Где-то эти ошибки были личными, где-то по советам ошибающихся помощников наверняка были и случаи, когда кажущиеся ошибки на самом деле были спланированной диверсией. Это не всегда можно быстро доказать, но по ощущениям, чем ближе к августу 20-го, тем таких случаев было больше. Но при этом чисто с человеческой точки зрения, но это очень важно и с точки зрения президентской, Лукашенко в 20-м не дрогнул, не подал в отставку, не сбежал, не попытался пойти на губительный компромисс. А любая попытка найти компромисс тогда была бы губительной. Знаете, мы сейчас периодически встречаемся с трудовыми коллективами и вспоминаем те события, мол, что можно сделать, чтобы наиболее эффективно противостоять цветной революции. Скажу за себя. Цветная революция по сути своей и по методичке Шарпа — это ненасильственный аналог боевых действий. Разве что Шарп не пишет в своей брошюрке, что после ненасильственных действий любую толпу при уличном противостоянии затем призывает к действиям насильственным. Поэтому наиболее эффективный способ противостоять цветной революции — это демонстрация своей силы и готовности силу применить. Это, в свою очередь, должно вызывать у оппонентов рациональный страх и принудить их к отступлению. Все остальное про борьбы за умы, про объяснение гражданам того, что на самом деле происходит в мире — это все, конечно, тоже важно. Но краеугольным камнем защиты любой страны является ее внутренняя сила и готовность ее применить. Это то, чего не было на Украине долгие годы. Но это то, что было у Беларуси и у Лукашенко в августе 20-го. Страну мы вам не отдадим. За нами Беларусь. Чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша. Она любимая. А любимую не отдают. Как по мне, с каждым годом принципы реальной политики все меньше понятны людям. И связано это с тем, что все больше процент молодых людей вырастает, уткнувшись носом в смартфоны и ноутбуки, проживая некую виртуальную жизнь, неважно какую. Но не проживается при этом жизнь реальная, в которой есть многие ответы на глобальные политические вопросы. Но если какого-то опыта в жизни у человека не было, он этого просто не способен понять. Я сейчас обращусь к тем парням и мужчинам, кто вырос, не уткнувшись носом в гаджеты, а прожив в юности полноценную жизнь, в которой была и улица. Вы меня поймете. А многие современные ребята меня просто услышат, но не поймут всего категорически. Когда ты лицом к лицу с оппонентом и намечается драка, и вы говорите врагу «отойди, а то двину в челюсть», худшее, что может произойти для вас, это если после угрозы вы в челюсть не двинете. Потому что угроза и неготовность ее реализовать означает, что вы слабы и боитесь. И я уверен, что очень многие зрители, которые прожили жизнь полностью, вспомнят либо личный опыт, либо опыт со стороны. Если человек говорит, что ударит оппонента и не бьет, ему тут же самому прилетает в челюсть. Это простой закон улицы, но и простой закон любого политического конфликта. Если сказал, что ударишь – бей. Все другое – неважно. Или ты просто ждешь и не бьешь, или ты вдруг пытаешься найти компромисс, или после одной угрозы ты пытаешься придумать новую. Типа сейчас подойдут друзья и заступятся. Любое действие будет означать твою слабость и неготовность к драке. А значит, тебя повалят на землю и отпинают ногами. Неважно, сильнее ты или слабее. Если сказал, что ударишь – то бей. Даже если ты слабее и заявил о готовности бить – бей. Куда лучше ударить и быть побитым в одном конфликте, чем трухнуть, быть точно также избитым в этом конфликте, но еще и прослыть слабаком. А трусов и слабаков бьют все и всегда. Поэтому, понимая эти законы, общее для улицы и для политики, было совершенно понятно, что в августе 20-го Лукашенко, заявив, что страну не отдаст, страну не отдаст. Можно по-разному относиться к президенту Беларуса. Но он за свои слова отвечает и балабольством не занимается. И когда много лет назад коллега Путин говорил, мол, НАТО, не надо расширяться на восток, не надо создавать мне и моей стране угрозу, а то, что мы ударим. Было совершенно точно понятно, что он ударит. Когда и как – это вопросы уже следующие. Но Путин тоже не балабол, так что задолго до Крыма было понятно, что что-то типа Крыма будет. Как и было понятно, что, заявляя о «буду бить, если вы не остановитесь», Путин будет бить по Украине и НАТО. Потому что, заявив, не бить нельзя, иначе ты будешь избит не единожды, а постоянно. В связи с этим, я ожидал, что будет бить Китай по США, когда самолет с Пелоси так и зашел на посадку на Тайвань. А Китай до этого много раз заявил, что будет бить. Китай не ударил. Возможно, пока. Но, как по мне, заявление о готовности бить и отсутствие удара создало для Пекина внимания гораздо больше проблем на длинной дистанции, чем гипотетический удар. Потому что Вашингтон теперь уверен, что Китай слаб и будет пытаться дергать Китай сильнее, потому что слабых бьют всегда. Но здесь, конечно, немного другое. И нужно учитывать многовековую мудрость китайской философии. Все вышесказанное про Китай – это то, что на поверхности. И поверхность – это славянская, а нам иногда сложно понять далекие культуры. Так вот, в Европе может казаться, что Китай на дерзость США не ответил. Но несколько дней после посадки Пелоси на Тайване показали, что Пекин ответил и начинает наносить удары. Пока не самое сильное. Блокировка Тайваня. Демонстративный отказ от любых военных контактов с Пентагоном. А че Пентагон сжимается? Да, мы, конечно, не увидели тот удар, который, может быть, многие ожидали или даже хотели увидеть. Это сбитый самолет, военная агрессия, весь мир в труху. Но это никому не нужно, и Китаю тоже. Китай свою силу покажет другим образом, учитывая свою тысячелетнюю историю и опыт, который во много раз больше нашего. Скептики и противники Пекина, как по мне, в ближайшие дни поймут, как они ошибаются насчет Китая. Или вот Сербия. Страна, которая мне очень нравится по своему духу, и я считаю сербов братьями. Но вот сербы попытались усидеть на двух стульях, если говорить прямо, российском и американском. Разве что на американском кресле была накидка с флагом Евросоюза. Заявление Белграда «Мы не будем кошмарить братьев-славян в угоду ЕС» были угрозой оппоненту. Но удара не последовало. И Сербия то присоединится к санкциям против России, то проголосует против Беларуси. Риторика-то публичных выступлений дружелюбная, но заявленного удара не последовало. А значит, подумали оппоненты Белграда, Белград слаб. И вот уже по Сербии прилетел предметный удар со стороны Косово. До этого были удары экономические. И будут удары еще. Потому что Белград заявил, что будет драться и в драку не полез. А так делать нельзя. Слабых бьют. Все и всегда. Уж лучше было Белграду жестко начать рубиться против ЕС, получая урон здесь и сейчас, но не становиться тем, кого постоянно бьют. Потому что он слаб. Буду рад ошибиться и по этому вектору. Что практического мы можем сделать для Сербии? Если честно, я не знаю. Я думал над этим вопросом еще и раньше. Не знаю, что для них можно сделать. Я бы прежде всего посмотрел, как они вели себя во время периода, когда против нас вводили санкции. Покопайтесь, не хочу ворошить недалекое прошлое. Конечно, сербскому народу надо помогать и придется помогать. Мы такие люди. Но мы учитываем политику Сербии в отношении Беларуси. Ну, если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. И мне правда искренне жаль, что этих простых правил все больше людей не понимают. Потому что где-то в гаджетах, в которых все уткнулись носом, такие же уткнувшиеся носом пишут про мир во всем мире, про то, что всегда можно договориться и надо договариваться. Там есть розовые единорожки и бабочки на носике. Но реальная жизнь, как и реальная политика, другие. И для того, чтобы это понять, нужно вырасти не в интернете и набрать не лайков, а жизненного опыта. Но что-то опыт нужен людям все меньше. Все больше нужно пустое псевдо-восхищение толпы и бесконечное бла-бла в комментариях. Я чувствую немножко позор от факта, что Сербия была вынуждена ввести определенные санкции против Белоруссии. Но Сербия решила, где тут просто красная линия. Санкции против России и Китая не будем вводить ни в коем случае. Я понимаю вашу мысль. Ограничиться меньшим, чтобы европейские партнеры отстали. Чем бы Сербия, может быть, потеряла от, как сказать, ухудшения отношений с коллективным Западом? Кстати говоря, про комментарии и про хайповая тема. Как по мне, дату 9 августа, которая завтра, нам совершенно не нужно как-то героизировать и вносить чуть ли не в календарь государственных праздников, каждый год напоминая о себе, какие мы молодцы и как мы отстояли победу. Мы сделали то, что и должны были сделать. И как по мне, если мы будем праздновать победу в одной маленькой драке, она была маленькой. Это будет свидетельством того, что мы чрезмерно рады этой победе. А если мы рады чрезмерно, это говорит о том, что мы побаивались драки побольше. Так что, как по мне, завтрашний день, наш обычный день августа, когда нам нужно решать наши обычные задачи. И если я правильно понимаю Александра Григорьевича, президент считает так же. Потому что всю прошлую неделю глава государства спокойно занимался уборочной, как и делал каждый свой август у власти. Это важно, а не гипотетические воспоминания о том, как героически мы, а в первую очередь он, отстояли страну два года назад. Почему это важно? Почему важнее уборочное, чем разговоры об обороне страны в условиях мировых конфликтов? Об этом президент тоже сказал на прошлой неделе, если очень коротко. Война начинается там, где все только и говорят о подготовке к войне и забывают об обычных насущных делах. С четырнадцатого года Украина только и делала, что говорила о том, как она будет противостоять Путину, вместо того, чтобы заниматься экономикой, социальной сферой, не воровать, не кумовать и вообще заниматься пассивными и уборочными. И таки да, война случилась. Именно потому, что все только к ней и готовились. Война начинается от недостатков внутри. Дисциплина, производства нет, люди не видят цели, люди перестают работать. Что происходит? Начинают обвинять друг друга. Начинают обвинять друг друга, пошли стонкновения, стычки, конфликты, берут оружие в руки, начинают воевать. А вокруг только и ждут, когда мы чуть-чуть качнемся. Как только малейшая трещина, они учли все ошибки двадцатого года. Они готовы в эту трещину ворваться. Про то, что железной дисциплины нам не хватает, а именно она и нужна, Александр Григорьевич на прошлой неделе сказал несколько раз, в разных локациях, разными формулировками. Хотите честно, когда глава государства говорил, без бездельников страна обойдется, я аплодировал в кабинете президентского пола на ОНТ, потому что это суровое, но это правда. На которую, безусловно, кто-то обиделся. Но эти обиды или ангажированные, когда оппоненты Лукашенко обижаются на все слова Лукашенко, что бы он ни говорил, или это обиды именно бездельников, без которых действительно вполне себе обойдется страна. Вот, например, куда-то уехавшая за рубеж беларусы. Окей, если уезжают квалифицированные специалисты, потому что там больше зарплата. Да, мне как гражданину Беларуси жаль. И было бы лучше, чтобы классные специалисты не уезжали, но в основном же уезжают бездельники, у которых в Беларуси ничего не получилось. Вот, а там, ну, вдруг получится. Скажу точно за свою сферу медиа. Абсолютнейшее большинство куда-то уехавших журналистов — это бесталанные лентяи, у которых разве что рот не закрывается от рассказов, какие они на самом деле молодцы, а мешал им якобы режим. И мне жаль, что люди в это верят. Но я рад, что мы без лентяев и бездельников отлично справляемся. И даже стало как-то лучше. Меньше нервов стало от того, как сильно накосячат в смежной работе бездельники. И так, дай бог, будет везде. Еще раз скажу за себя, касаемо любого коллектива, региона или страны в целом. Если бездельникам не нравится, что их заставляют работать, если они ворчат и жалуются — с катертью дорога. Не будет железного кулака — ты ничего не сделаешь. Психологически наши люди в Витебской области привыкли к тому, а что там Никитина поговорила, а завтра что-то даст. Она где-то возьмет и даст. Никто никому ничего не даст. Бездельники — они есть в каждой области. Так вот, без бездельников ты это знаешь. Мы запросто. Страна запросто обойдется. Нам вот так хватает продукции без них. Если бы Лукашенко, начиная с 90-х, пустил все на самотек без железного кулака, было ли бы лучше какой-то категории белорусов? Безусловно. Какая-то часть людей бы подсуетилась, забрала бы себе госактивы, получала бы сверхприбыли, может даже создала бы доходные рабочие места. Не спорю, но немного. Но абсолютному большинству людей, которых больше 80 процентов, стало бы хуже без железного кулака Лукашенко. Железный кулак бывает суров, не спорю. Суров закон, но он закон. Определенный гул, что вот у нас сельское хозяйство датируется, субсидируется, дорогие мои. Так оно везде в мире датируется. Субсидируемое сельское хозяйство — это в Европейском Союзе. Давайте прямо. И это понятно, потому что оно зависит от объективных факторов, которые могут изменять планирование в производстве. И для того, чтобы люди, которые работают на земле, получали заработную плату, получали... Производство не останавливалось. То есть там нужно датирование, нужно субсидирование. Эта схема достаточно сложная. Перекрестное субсидирование — это не белорусская какая-то ноу-хау, это общемировая практика. От Соединенных Штатов Америки до Китайской Народной Республики. И раз уж у нас все же завтра годовщина выборов, кто-то, конечно, оппонент Лукашенко, но большинство за него. Но знаете, что бы ни случилось, нам внутри нашей страны драка не нужна. И не нужна она обеим сторонам. А нужна кому-то третьим. Всегда была нужна. Была нужна тогда, нужна сейчас. И чтобы этой драки не было, нужен железный кулак и демонстрация силы. И замечательно, что эта сила у президента есть. И это замечательно даже для тех, против кого эта сила была применена в 2020. Лишь бы они это поняли. Хотя мы предупреждали и предлагали подумать еще за два дня до 9 августа 2020. Часть из нас так опьянены обманчивым ощущением якобы своей победы, что не заметили, как в это же время нарастала опасность общего поражения, в котором не будет деления на своих и чужих, после которого вообще многого не будет. Драка нам всем не нужна. Нам до сих пор не нужна драка. Не нужна война, не нужны санкции и экономическое давление. Не нужно разгильдяйство в работе. Если это все решает один железный кулак, да будет так. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник. СПАРТАК За справедливость! Ура! Почувствуй справедливость! Хрустящий вафли и полочный шоколад в новом батончике. За Спартак! За Спартак! За справедливость! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова